Беспредел на трассе и только чудом никто не погиб. А теперь одному из пяти нападавших светит пожизненное. Что произошло и кто это устроил? Лидия Калинина из Харькова подробнее. Окружная дорога, выезд из Харькова. Константин с дочерью здесь впервые после того страшного дня. 10 сентября семья ехала крестить внучку. На обочине стояли жигули. В салоне люди в камуфляже. Машина перегородила проезжую часть, ее пришлось объезжать, рассказывает Константин. Того, что произошло дальше, никто не ожидал. Я понял, что она гонится за нами. То есть, дальше, перед пятихатками, они уже начали стрелять. Два или три выстрела было из движущейся машины. То есть, они стреляли из движущейся машины. А на повороте в пятихатке они нас подрезали. Из машины выскочил боец с пистолетом. На переднем сидении сидела жена с внучкой. Дочки сзади. И вот он вот так сделал два-три шага. Я по его виду понял, что ждать нечего. Надо уезжать. Бежать надо. Стал стрелять в машину. Этой пленкой заклеены следы от пуль в машине. Одна из них, пробив стекло, влетела в салон. Через подголовник и в голову жене. Вот это вот след от пули, которая попала маме в голову и отрекошетила сюда, в потолок. Ольга держала на руках двухлетнюю внучку. Малышку прикрыла собой. Сама теперь инвалид второй группы, рассказывает ее дочь. Пуля раздробила часть черепа. То есть, где-то такого куска, наверное, черепа у нее нет. Пока мы еще ехали в больницу, она сказала, что у меня не работает рука. Солдаты, которые напали на семью, оказались бойцами Черниговского тербатальона. Они направлялись в зону АТО. Экспертиза показала, все пятеро были пьяны следствию нападения на семью. Они объяснили так. Они говорят, что мы, проезжаемый Маних, показали ФАК и Георгиевскую ленточку. Стекла затонированы. Даже если бы мы показывали, мы ничего не показывали, поехали дальше. То ничего не видно было бы. Но и там нападающие не остановились. По версии следствия, у них была цель подобрать себе машину получше «Жигулей». Поэтому, когда на дороге в сторону Изюма они встретили гражданина Германии на микроавтобусе, выбросили его из автомобиля и поехали дальше уже на его машине. А после еще одно нападение? Зупинился на узбичи автошляху. Рядом прямовал автомобиль, который призупинился, считая, что им необходима какая-то помощь. Сейчас один из военнослужбовцев достал пистолет и огнепальную оружие и начал стрелять по автомобилю. Пока бойцы мчались в сторону Донецкой области, пострадавшие сообщили об их подвигах в милицию. Объявили план перехват. Поймали шальную пятерку на блокпосту в Изюме. Полгода следствия. И вот теперь дело в суде. Солдатам грозит до 10 лет тюрьмы. А стрелявший может получить и пожизненный срок. В среду первое заседание суда. Там мы услышим версию обвиняемых и их адвокатов. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков.